Друзья, всем привет! Как вы знаете, что на глобальном рынке компания Google является монополистом в плане предоставления своих услуг, а также сервисов для Android смартфонов. И они оставляют после себя интересные настройки, которые можно поотключать, чтобы ваше устройство меньше хавало в режиме простоя, ну и в принципе, чтобы как бы улучшить работу своего смартфона. И в этом видеоролике я вам покажу, что можно интересного от Google поотключать. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Можно сказать, это будет у нас небольшая оптимизация устройства. И да, у меня в планах есть выпуск полной инструкции по настройке и оптимизации HyperOS 2, так что обязательно дождитесь этот видеоролик. И рекомендую подписаться на этот канал, если вы еще это не сделали. И также подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Получается, нам в сегодняшнем видеоролике не потребуются ни root-права, ни разблокированный загрузчик, ни еще какие-то сторонние там и дополнительные программы. Все мы выполняем на примере приложения Google Play. Да, которое есть в каждом Android смартфоне. Мы с вами на него нажимаем. Это у нас может быть любая прошивка, что еще MIUI, что HyperOS 1 версия и что HyperOS 2. Сверху мы с вами нажали на картинку профиля, который у нас с вами есть. И дальше нам потребуются следующие разделы. Первый раздел, с которым мы с вами познакомимся, находится именно в подразделе настройки. И тут нажимаем на пункт общие. Далее, что нам с вами потребуется. Потребуется отключить пункт под названием оптимизация установки приложений. Хотя на первый взгляд вы мне можете сказать, что это же наоборот помогает улучшать установку приложений, чтобы наше устройство лучше с ними работало, ну и так далее. Но по факту этот пункт у нас является лишь сбором аналитики, которая куда-то там отправляется, ну и соответственно в фоне у вас будет какой-то жор и какая-то фоновая активность. И потому, если вам это не нужно, рекомендую это добро все отключить. Если же вы не согласны с моим мнением и хотите больше узнать о том, что вы отключаете, здесь вы можете нажать на кнопочку подробнее. Также еще интересный момент у нас скроется в этом же разделе, если спустимся чуть ниже. И тут у нас о приложении. Мы сюда с вами нажимаем и тут есть интересная такая деталь, что я вам рекомендую держать актуальную версию Google Play. Вы соответственно нажимаете вот сюда и в зависимости от того, есть ли для вашего устройства доступное обновление, оно у вас установится. Если же еще по настройкам полазать, есть еще разные интересные моменты и нюансы, которые в частности касаются и автообновлений приложений. Вообще в целом я вам рекомендую от себя автообновление отключать, потому что бывают разные ситуации, когда разработчики того или иного приложения там закосячили, прислали какое-то кривое обновление и у вас наблюдаются проблемы с этим приложением. Чтобы такого не было, рекомендую вам все это добро отключить в разделе настройка приложений. И да, хоть вам придется потратить немного своего времени на всю эту настройку, но это реально того стоит. Мы же с вами возвращаемся назад настройки, еще раз нажимаем на профиль. Нам с вами потребуется раздел под названием Play защита. Тут как бы тоже у нас есть палка в двух концах. С одной стороны у нас встроенная Play защита проверяет приложухи на отсутствие вирусов и в принципе также еще могу от себя сказать, что не стоит свои устройства захламлять какими-то там приложухами-антивирусами. Потому что Android у нас в принципе это настолько, ну не то чтобы эволюционированная система, ну грубо говоря, то есть Android это сам себе антивирус. То есть он не будет у нас на смартфоны пропускать какие-то приложухи, которые заражены будут чем-то. То есть он уже априори Android это не пропустит и приложуху не поставит. И плюс еще дополнительно у нас есть Play защита. Но что мы с вами здесь можем интересного еще проделать. Вверху нажимаем на шестеренку и тут смотрите, есть два интересных пункта. И как я вначале сказал всего этого спича, что это палка в двух концах. С одной стороны опять же это у нас сканирование приложений на отсутствие вирусов. А с другой стороны опять же это отправка аналитики. Я вам рекомендую это однозначно отключать. То есть отправлять там неизвестные приложения в Google для анализа. Потому что так же вся эта история у нас будет поджирать немножечко заряда. И что же касается сканирования приложений с помощью Play защиты. Так же тут есть такой спорный момент и история с двумя концами. То есть с одной стороны в принципе это благое дело, что у нас все как бы проверяется. С другой же стороны у нас на это идет затраты ресурсов смартфона. Поэтому я вам от себя рекомендую так же всю эту историю отключить. Ну и соответственно если вы выполняете такие действия, вам необходимо будет пройти авторизацию так называемую. Но если опять же вы всю эту тему отключили, вам просто вылезет предупреждение о том, что Play защита отключена. Потому что в данном вопросе каждый уже сам для себя решает, что ему необходимо выполнить. И есть еще один у нас третий такой лайфхак. И вообще в принципе третья история, с которой можно поиграться. Это у нас получается в разделе справка находится пункт как удалить стоковые приложения. Ну или же в принципе там поудалять какие-нибудь стандартные приложения. Получается вот здесь вы в эту справку зашли. И тут у нас как удалить установленные приложения. Нажимаем на пункт 1 и попадаем с вами в так называемое секретное меню. Которое мы с вами не найдем в обычных настройках. Его там попросту нет. Да, вы можете его найти с помощью Activity Launcher. Но опять же что-то дополнительное качать, что-то в поиске прописывать. Когда у нас все есть на поверхности. И в этом разделе вы можете поиграться со стоковыми приложениями. Для кого-то вы можете выбрать его полностью удалить. Для кого-то вы можете его заморозить. Для какого-то еще приложения вы можете выбрать его допустим принудительную остановку выполнить. То есть в таком плане вы тут можете поиграться. Но опять же в чем является преимущество этого меню. Что большую часть приложений вы можете удалить. И опять же не прибегая к помощи компьютера. Подведя же итог этому видео могу вам отметить следующее. Что мы с вами поработали со стоковыми настройками. Мы с вами не прибегали к помощи компьютера. Не разблокировали загрузчик и прочее. И позволили нашему смартфону работать чуть побыстрее. Ну и чуть подольше. Ну и при этом чтобы в фоне у нас аналитиков Google не отправлялась. Если еще остались какие-то вопросы по данному видеоролику. Или же в целом по прошивкам из Xiaomi. Пишите об этом в комментарии. Там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok